Медиагруппа «Авангард» представляет На предприятии все стращают, всех должны ходить в касках, всех заставляют расписаться, все об этом знают. Но как только мы попадаем на территорию, единственные, кто ходит в каски, это сотрудники позитив-технологии. Остальные сотрудники предприятия почему-то и пренебрегают. Как на предприятиях сейчас выглядит? Выглядит примерно вот так. У эксплуатации, у производственников есть скада, им достаточно для того, чтобы выполнять свои производственные обязанности. Есть безопасники, если есть сок, им достаточно для того, чтобы следить за безопасностью. Все довольны, все говорят, что у них все в порядке, нет проблем. С безопасностью сейчас на промпредприятиях в данный момент в Российской Федерации следующая ситуация. Несмотря на то, что системы промоавтоматизации наиболее требовательны к доступности, их непрерывность никак не зависит от корпоративного IT-сегмента, IT-инфраструктуры. Никак. При этом именно этими системами предприятия зарабатывают себе деньги. При этом масштабы систем промоавтоматизации, как на проверку всегда получается, они просто в разы больше, чем корпоративная IT-инфраструктура. И при этом они наименее защищены от тривиальных атак, каких-то банальных угроз или имеют уязвимости десятилетней давности, которыми пользуются все, кому не лень. Но при этом компании, промышленные предприятия продолжают вкладывать бюджеты только в корпоративный сегмент в части безопасности. Покупать осиемы, покупать фаерволы, антивирусы на машины в корпоративном сегменте. При этом системы СУТП как были незащищены, так и остаются. И есть интересное… Мы так просто пошли, посмотрели, сколько от объема лицензии MaxPatrolCM было продано за три года промоавтоматизации. Есть некая такая разбивка по отраслям, у кого именно у промышленных предприятий есть СЕМ. И потом начали смотреть, сколько же предприятий подключили свои системы промоавтоматизации к СЕМ, которые они приобрели. За вот этот период на сегодняшний день ни одна СУТП к MaxPatrolCM ни на одном промоавтоматизации не подключена, не занимается этим мониторингом. Собственно, что имеется в виду вообще под безопасностью на промоавтоматизации? Если в зале есть люди, которые сталкиваются с производственными вопросами, с управлением техпроцессами, то они понимают, что кроме систем кибербезопасности на предприятиях много чего про безопасность есть на самом деле. Это системы противоаварийной защиты, это системы диагностического контроля и предиктивного анализа оборудования, системы контроля доступа, ну очень много всего. И когда на предприятии просто задают вопрос производственникам, ребят, а что у вас с безопасностью? Эти люди теряются, они не знают про какую безопасность рассказывать айтишникам. Ну серьезно, мы про информационную безопасность. Ну не знаю, у нас все работает, у нас все хорошо. Поэтому вопрос стоит в том, как объединить вопросы кибербезопасности на промпредприятии с вопросами безопасности вообще, производства, режимом и так далее. Как получить легко и просто такую целостную картину о том, насколько устойчиво предприятие, насколько оно способно в постоянном режиме генерировать продукцию, вырабатывать и зарабатывать деньги для предприятия. Собственно, на этот вопрос есть ответ. И сейчас на международных всяких площадках, консорциумах некоммерческих, в том же Сегре, активно обсуждается, скажем так, направление Cybersecurity Situation Awareness. О чем? Ну, собственно, немножко теории. То есть есть, скажем так, основоположник Мика Энсли, которая, собственно, зафиксировала некий фреймворк данного направления, данной дисциплины, который состоит из трех понятных вещей. Это способность воспринимать все, что происходит вокруг в системах. Неважно, касается это IT, касается это технологии, касается это методологии или логики работы системы. Неважно. Главное – уметь это все воспринять. Второе – это возможность суметь весь этот скоп данных проанализировать и сделать какие-то выводы по поводу этого. И третье – это возможность на основе проведенного анализа спрогнозировать возможные негативные векторы или направления функционирования систем для того, чтобы наупреждение предпринять какие-то меры, провести реагирование, чтобы ситуация не начала развиваться по негативному сценарию. Соответственно, мы в Positive Technologies взяли эту теорию за основу и все свои решения, которые мы планируем и уже сейчас выводим на рынок, предлагаем базировать на данном подходе. Собственно, мы вот эти три поинта, которые лежат в основе вот этого направления Situation Awareness, мы их переложили в понятные для айтишников, для безопасников поинты, то есть это сбор и обработка данных всех, какие мы можем дотянуться. Второе – это анализ и поддержка принятия решений о том или ином способе реагирования на данные инциденты. И третье – возможность прогнозировать или провести раннее реагирование на упреждение. Собственно, тут еще немножко цифр и букв. Но, собственно, я останавливаться долго не буду. Я просто предлагаю, смапировал стандартный подход к процессам управления кибербезопасностью на предприятии, который там включает мониторинг и защиту. Примерно то же самое, о чем Ян говорил. То есть это проверка соответствия и комплайенсы, и, соответственно, реагирование и расследование. И просто переложили на процессную модель в рамках Situation Awareness. И у нас получилась следующая картина. Все, что сейчас существует – возможность сбора данных. процессы обработки, то есть в рамках аудитов, пин-тестов, анализа защищенности, мониторинга. Все это уже сегодня существует. Но есть зоны, где никто еще из разработчиков, производителей систем безопасности не добрался или только-только подбирается к тому, чтобы предложить какие-то решения или технологии. Это такая некая область перспективного развития именно экспертизы. Почему экспертизы? Потому что, собственно, на сегодняшний день у большинства предприятий, как я говорил выше, уже есть СИЭМы, уже есть средства защиты, есть средства анализа как самих технологий, так и анализа событий в инфраструктуре. Поэтому все, что на сегодняшний день, на наш взгляд, будет происходить, и вектор развития технологий в информационной безопасности, кибербезопасности, это все-таки перестать поставлять какие-то комплексные решения в виде конструкторов, законченные, спроектированные, а начинать поставлять уже экспертизу, чтобы на предприятиях пользователи не только получали работающие решения, а решение им помогало и давало возможность действовать на упреждение. То есть был заложен фундамент для именно экспертов каких-то вещей в продуктах. Ну и, соответственно, чем мы занимаемся сейчас? Сейчас это имеющееся у нас решение, мы пытаемся обогатить как раз таки теми экспертными базами, экспертными знаниями, которые могут быть использованы независимо от отрасли, в которой они будут применяться. Неважно, будет это электроэнергетика, будет это нефтегаз, или еще какая-то другая отрасль. Сейчас мы уже предлагаем, например, для системы класса CEM эксперт-паки по Operation Technologies области. Точно так же мы предлагаем комплайенсы под MaxPatrol 8. И, соответственно, в PTI-SIM мы будем двигаться в сторону прогнозирования анализа цепочек атак и анализа векторов достижимости по критичным направлениям в инфраструктуре. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...